здравствуйте добрый вечер уважаемые зрители и гости этого стрима надеюсь он идет в порядке и все правильно отображается потому что вроде как у нас должно все произойти гладко приветствую вас еще раз и в этот раз мы продолжаем нашу серию трансляций посвященных вопросам конкретных донатов которые вы прислаете мне и один из них был прислан на эту замечательную тему под названием японское экономическое чудо я к ней очень долго готовился и очень хотел поговорить о ней но мне очень обидно что мы говорим они в такую тяжелую для нашего канала эпоху и я бы очень хотел господа чтобы вы позвали друзей позвали знакомых чтобы они посмотрели на этот стрим и передали что он будет что он будет по крайней мере как-то выложен потому что я записываю их и я очень прошу вас в этот момент задавать любые мне вопросы аукцион стримов которые запланированы в будущее у нас на канале объявлен он в описании к этому видео находится ниже вы можете нажать на кнопку и помочь по возможности нашему каналу рублем я буду очень благодарен вам если наш стрим сегодня хотя бы окупится я прошу вас господа поддерживать наш канал любыми возможными средствами потому что твич может нам стать пристанищем не только временным и я благодарю всех кто пришел на наш предыдущий стрим большое спасибо что вы не просили не покинули нас и спасибо что вы были с нами господа напишите как вам связь и звук чтобы я знал что у нас все в порядке и мы начнем я курсирую ваш чат твича спасибо большое что вы здесь приветствую михалем за то что вы тут и за то что вы кидаете наши ссылки я благодарю всех кто пришел вместе с ним я не умею сейчас говорить красивых слов не имею возможности даже посмотреть сколько вас сейчас собралось на наш стрим но сколько можно господа и сколько вас есть я буду отвечать на все ваши вопросы во время нашей лекции которой будет отведено достаточное время я хочу чтобы вы задавали вопросы по любой теме и мне очень быть приятно если вы это сделаете я прошу вас делать это я прошу вас не забывать ставить лайки если это возможно на твиче подписываться если это возможно твиче не терять нас если это возможно твиче и спасибо большое за то что вы здесь мы начнем нашу трансляцию начнем мы ее с этого графика который представляет нам google analytics график вы можете найти в любом доступном вам месте просто в объя какой-нибудь за какой-нибудь запрос типа ввп китая или ввп японии не суть важно это наиболее репрезентативные показатели стран с 1960 года и вот эти показатели стран с 1960 года они отражают ввп на душу населения в постоянных долларах сша курса тысячи 2010 года и они наиболее показывают насколько стала развитой страна за этот промежуток времени как видите здесь показаны как молодые относительно страны так и не очень я объясню выбор каждой из них для нашего стрима но перед этим я буду вас спрашивать изредка все в порядке трансляция идет мы действительно на твиче и все хорошо да мы начали лариса монобан спасибо вам большое спасибо что вы не теряете нас спасибо вам большое мы не будем затрагивать аниме и честно скажу это для меня самого был очень жестоким ударом но он станет еще более глубоким если мы не соберем донат из этого стрима тогда наши стримы могут просто закончиться поэтому я очень не хочу умирать и я очень не хочу чтобы наши стримы закончились я хочу по возможности спросить вас перед нашим стримом хотите ли вы чтобы на ю тубе выходили записи выкладывались записи всех наших стримов здесь на твиче если это не воспротивится этому youtube конечно и если это будет не нарушать правила я бы хотел уточнить у вас возможно ли это возможно ли такой вариант потому что я записываю наши с трансляции я бы хотел чтобы наши трансляции оставались в памяти чтобы они оставались напоминанием что наш канал жив и продолжает существовать напишите каком такой формат хотите ли вы чтобы наши трансляции в записи выкладывались на ю тубе записи которые мы сегодня будем делать напишите господа мне очень важно ваше мнение вы по-прежнему ищите заказчика что ж вы ищите заказчика это здорово господа не забывайте искать еще и вдохновение для будущей борьбы господа напишите это очень важный вопрос продублируйте пожалуйста модератора его в чате мне очень важно ваше мнение знать хотите ли вы в таком формате продолжение нашего существования канала чтобы мы выкладывали записи нашего стрима на канал youtube потому что я имею еще такую возможность и пока я имею я буду это делать господа а перед этим вы смотрите на таблицу роста ввп на душу населения наиболее квалифицированным признается именно это показательная график потому что другая статистика спекулирует если мы уберем рост ввп вы увидите что наша страна в принципе не такая уж и отсталая хотя по факту реальное пропорциональное соотношение богатства на душу населения отражает вот этот график и почему я взял страны представленные вам я надеюсь они видны напишите господа видно ли вам какие страны я выбрал для этого нашего экскурса и нашего разговора о прелюдии о нашем вступлении в тему одного из если не единственного первого великого экономического чуда пост военного мира напишите господа видно ли вам какие страны я сейчас показываю на этом графике и и я объясню почему я выбрал их почему именно эти страны я сопоставляю было бы неплохо мэд мэкс вэд мэкс спасибо вам большое записи все в порядке сайонарами михаэлем спасибо вам большое дэпроксима спасибо вам большое что вы пишете видно а я посмотрю даже сколько вас пока собираются вас 16 человек господа это это просто здорово я вернулся в старые добрые времена когда нас смотрела всего каких-то 16 человек вы самые лучшие господа что продолжать на смотреть и я бесконечно бесконечно рад что вы подтягиваетесь и что вы продолжаете активно смотреть наши стримы прошу вас отсылайте нас шлите ссылку на наши стримы друзьям которая сейчас видимо находится на трансляции и ожидают ее я покидал сообщение и сообщил что вы переходили на твич но возможно они все равно не достигли своей цели поэтому продублируйте пожалуйста я сам даже продублирую это сообщение чтобы вы знали что у нас продолжается на твиче спасибо большое михаэлем спасибо большое за это благодарю вас это страны которые проходили в той или иной степени переход экономически после второй мировой войны как разно они его переходили позвольте я сейчас расскажу вам про некоторые аспекты этого перехода китай вы видите китай весьма стабильно растет но никогда не догонял россию в этом историческом маршруте эстония это пример страны снг которая бы могла теоретически повторить судьбу россии но этого не произошло и поэтому кривая вот этой самой линии ведет вверх после кризиса 2008 года в то же время как мы после 2008 года вошли в активную фазу стагнации нашей экономики и правильнее было бы назвать нашу экономику экономикой серпа видите это серп как ручка и сам серп наша экономика приблизительно двигается в этом направлении республика корея это пример экономического чуда который мы разбирали совсем недавно и вы имели возможность ознакомиться с пак чон хи с его идеями с его взглядами на экономику а три других три других это развитые страны и страны вошедшие в развитые великобритания германия и сша конечно мы японию как отдельный пример возьмем так вот япония обогнала их всех на этом пути моментально находясь надо сказать на уровне приблизительно советского союза восемьдесят девятого года в шестидесятом году уровень советского союза восемьдесят девятого года был достигнут японии и она начала делать невероятный рывок о котором мы и будем говорить рывок самый яркий это пятидесятые годы и семь по семьдесят третий она не просто поочередно обогнала эти страны она стала второй экономикой мира уже не просто по ввп а именно еще и по качеству жизни будучи развитой экономикой создающий продукты высокого передела на экспорт так вот в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом на передела великобританию в 1980ождам германию а в 1989��ом и соединенные штаты а потом 1998 их же но потом она сошла какое спасибо большое спасибо я хочу упомянуть что ваши днаты бесценны сейчас во время когда мы не знаем когда у нас восстановятся трансляции на ютубе это единственный источник мы моего заработка и вы единственные средства моего существования я существую потому что вы смотрите меня благодарю вас я отвечу на ваши вопросы мэд мэкс не могу знать больше сорян долой аниме спасибо вам большое за 50 рублей господа нам осталось где 1800 рублей собрать я очень вас прошу прошу как человек я не знающих просить это не просьба к тому чтобы мне их отослать отошлите для того чтобы наши стримы не останавливались пожалуйста кроме того вы можете смотреть аукцион аукцион стримов действен и список этих стримов у вас вот здесь находится он никуда не пропадал я прошу вас донатить на тесте те темы которые будут грядущим у нас и я надеюсь что стримы с хованским не будут остановлены потому что мы запланировали стрим в понедельник и я надеюсь twitch не против хованского все будет в порядке я буду очень расстроен если это нарушит наши планы в отношении стрима которые мы запланировали потому что я обещал много коллабов и много стримов наперед поэтому от меня только сейчас зависит как я буду добросовестно это выполнять я надеюсь что благодаря вашей помощи мы не остановимся так вот японское экономическое чудо имеет два очень важных момента первый это японское экономическое чудо роста и второе японское чудо стагнации оба в одно и то же время вторая половина двадцатого века за половину века можно сделать многое но япония в отличие от стран которые имели гораздо больше преимуществ сделала завершила вот этот скачок советский союз начавший приблизительно момент похожий на японию развал дегенерация социальной структуры полная финансовая апатия грандиозное заимствование кредиты зависимость от запада и надо сказать внешнеполитической ситуации тоже не очень стабильная япония начинала точно также за 40 лет ну в перспективе потому что мы берем здесь 90 мы берем 90-е годы у нас и сороковые годы в японии за 30 возьмем промежуток за 30 лет сделали совершенно разные прыжки благодарю вас большое вам спасибо за огромное вам спасибо бомб драйвер спасибо вам большое за 150 рублей 100 на мавроди и 50 на чеченской компании спасибо вам большое большое вам спасибо вы не представляете как это очень важно для меня 50 на 100 на мавроди 50 на спасибо вам большое спасибо вам большое благодарю вас благодарю вас от всего сердца спасибо вам большое я буду читать ваш чат значительно чаще я буду проверять как у вас трансляция идет и все ли в порядке с с нашим стримом я прошу вас звать еще людей 24 человека это слишком мало я прошу будить наш дискорд будить наш телеграм я написал везде где только смог вк я тоже разместил объявления я прошу вас не путь не покидать нас а участвовать в наших разборах спасибо вам большое я перейду в чат я еще не очень хорошо умею пользоваться этими странными этим странным твичом я буду смотреть со стороны с экрана на ваш чат который есть наверное и проверять все ваши новые сообщения которые появятся я даже не знаю где найти здесь чат господа канал ссылки на соцсети в общем господа я могу видеть его только на своем устройстве на моем устройстве он постоянно обновляется и а спасибо я нашел наконец-то я нашел ваш чат спасибо вам большое за то что вы подождали я господи он он постоянно уходит развернуть чат видно спасибо вам большое вы спрашиваете насколько ли youtube непонятно насколько господа непонятно насколько но я надеюсь ненамного я бы очень не хотел чтобы наша трансляция на на слишком много прекратились но я думаю что это вопрос о нескольких либо неделях либо месяцах до 9 декабря возможно и до этого времени чтобы мне не умереть с голоду я буду делать наши трансляции здесь я прошу вас сообщить всем кто может всем кто еще не знает об этом переходить сюда я буду стараться максимально корректно освещать исторические и политические вещи которые происходят в мире и которые происходили раньше в мире здесь пока это пока на это есть возможность спасибо вам большое спасибо что вы присоединяйтесь господа так вот эта страна будет иметь два чуда стагнации и роста и начав практически одинаково мы положим очень разные результаты япония вопреки например высокой очень сырьевой и богатой ресурсной базы советского союза не имея ее будучи очень зависимой от колебаний внешне торговых и как правило энергоресурсов тем более япония тем не менее смогла совершить этот грандиозный рывок как она его смогла совершить как у нее получилось на эту тему есть множество разных исследований но я приведу некоторые и если вам захочется узнать про нее чуть больше благодарю вас за днат я щас вечу спасибо вам большое благодарю вас за любую поддержку которую вы оказываете спасибо вам большое я вам порекомендую нескольких интересных людей это александр бушев который писал про экономическое чудо и еще один видный специалист который занимался проблемами кайрацу и собственно говоря автора японского экономического чуда о котором мы поговорим об его доктрине есиды доктрина есида это будет то что заведет механизм благодарю вас большое спасибо большое спасибо вам за ты заведет механизм вот этих революционных преобразований яков меркин яков меркин это наш надо сказать очень очень толковый экономист нынешний завод дел международного международных рынков капитала и института мировой экономики яков меркин он занимался как вопросами экономических чудес и в принципе в отдельном случае экономического чуда японии и феномена сигара есиды но и нашей страной в том числе потому что он как раз и акцентировал внимание на то почему у нас не произошло а у него у сигара есиды произошло это чудо и отвечу на все ваши вопросы спасибо вам большое благодарю вас господа вы пишете что среди нас есть человек который рекламирует что-то и я могу его забанить я его забанил я надеюсь я его забанил это так делается да я правильно поступил мы против неправильной рекламы и кстати говоря по поводу рекламы у меня будет тоже к вам обращение но сейчас все свое время одну секундочку я отвечу на все ваши вопросы спасибо вам большое благодарю за поддержку спасибо аноним за 200 рублей спасибо вам за стрим а вам спасибо что вы приходите на них спасибо большое за то что вы помогаете нам и спасибо вам господин богомут за 250 рублей на жану дарк мы с вами николай поддерживаем лучший исторический контент огромное спасибо за ваш труд вам спасибо жана дарк 250 рублей благодарю вас мы сейчас же добавим нам 1200 рублей еще не хватает до окупаемости пожалуйста помогайте нам это очень важно я не смогу делать эти стримы если вы не сможете мне помогать жана дарк спасибо вам большое я обещал вам сюрприз на то на вот ваши донаты я он будет я хочу сделать некоторый анонс этого сюрприза я готовлю видео видео посвященное августу 91 года августовскому путчу гкчп и я готовлю видео трейлер к этому стриму стрим состоится здесь как я понимаю на твиче но трейлер я выложу на ютубе я прошу вас когда он появится будет премьера посмотреть его это очень важно и я прошу вас поддержать чем только можно этот самый трейлер потому что мы будем делать стрим конкретно про него и еще маленькое объявление будет я буду на мдфм на мдфм стримить я постараюсь договориться об этом завтра завтра возможно у меня будет стрим на бдфм где мы поговорим о скандинавах про скандинавское язычество я буду очень рад вас видеть там и буду очень рад если вы поддержите нас и мне просили передать надеюсь это нормально прорекламировать и показать вам исторический форум который произойдет в санкт-петербурге это форум истмакс ну точнее хистмакс форум историков исторический максимум мне просили вас показать немножечко этот форум и если вы не против я кину вам ссылку прямо в чат твича потому что это интересная вещь которую мне попросили посмотреть и предложить вам это вещь для скажем историков или просто людей интересующихся историей с исследованием разных тем докладов просто вам на халяву все это бесплатно предоставляется поездка в петербург размещение в гостинице и трехразовое питание чтобы вы посмотрели на историков которые рассказывают вам офигительные истории и возможно на этом на этом мероприятии буду даже я потому что я подавал заявку я там буду живым то есть живым в смысле теплым человеком которого можно пощупать и посмотреть буду рад вас там видеть все что нужно это заполнить анкету пройти какое-то там тестирование небольшое а потом вам предложат эту представьте себе какая прекрасная возможность съездить в питер просто так пользуйтесь ей я наверное попользуюсь ей точно но это господа просто минутка маленькой рекламы мне оно само было очень интересно и я надеюсь все в порядке с правилами это ничего не нарушает да это радио его слушают радио его слушают и спасибо вам большое что поддерживаете нас спасибо за то что вы уже 40 человек смотрит нас спасибо вам большое присоединяйтесь я буду очень рад если вы поможете нашему каналу продолжить наше счастливое продолжение новых стримов спасибо вам большое что вы не покидаете нас так вот говоря про эти феномены дело в том что японское экономическое чудо имело исторические и уже не исторические предпосылки исторические заданные предпосылки это оккупация америки о чем очень часто говорят это правда это совершенно низкие расходы на войну или нулевые вообще во время оккупации это промежуточный этап самой американской агрессии на островах с невмешательством во внутренние дела и до известной степени островное положение японии это военное и духовно национальное соединение духа это родовые экономические коалиции кейрацу которые выросли из дзайбацу японских кооперативов объединяющих себя поставщиков производителей и потребителей конечных сырья товаров услуг которые управлялись родовыми кланами еще со времен незапамятных японии это то что было условиями но это было именно что заданными без них можно было осуществить чудо с ними оно произошло побыстрее но без них тоже и вот мы поговорим о втором а не предзаданных условиях экономического чуда японии вычленяя традицию вычленяя национальный характер вычленяя вот все что реально было у японии включая и оккупацию и поддержку америки и военные базы и островное положение мы поговорим с вами о том о чем редко говорят а именно о том экономическом чуде институциональном то есть о том что японцы сделали для того чтобы это чудо имела плоть чтобы оно обрело свое рождение и давайте я сейчас попытаюсь пройтись по первым из этих факторов общепризнано что эти факторы во-первых делятся на четыре категории ну две их назвал это институциональная и природная экономически вот чисто предзаданной историей климатом и географией и если их всех сводить вместе то это четыре фактора успеха японии это кайрацу о которых я сказал это предприятие которое взаимовыгодно соорганизовывались кооперировали с властью потому что это тоже традиция третье это гарантия пожизненной занятости это тоже очень важно пожизненная занятость на предприятиях до конца вашей жизни с 70-х годов в крупных компаниях с неограниченным контрактом и четвертое активное профсоюзное движение вот здесь уже не совсем традиционное для японии профсоюзное движение это это будет ноу-хау но как вы знаете у каждого чуда есть свой отец о чудо германии были свои отцы чудо кореи пак чон хи а в японии был тоже один чудесник и кудесник почему-то об его личности а его персоне не так сильно вспоминают говоря про японское экономическое чудо и даже в наших или близких к американским англоязычной ойку мэн и кругам не педалирует тему его но я вам покажу это сигару есида глава правительства и глава иностранных дел в самые наверное тяжелые времена для японии времена когда решались судьбы оккупации решались судьбы сан-франциского мира решалась вывод решалась судьба японии а выводе войск америки с ее территории так что это было вполне себе очень мощная очень важная персона сигару есида стал мемом в японии я не могу сказать вам насколько он стал меметичен в японии но есть мем с ним который форсят я пошки он называется мем с ним я не знаю как перевести это слово но он сказал в этот момент что-то очень мемное на одной из конференций во время подписания сан-франциского мира до того самого мира 1951 года где япония отказалась от курил и он сказал что-то в этом духе я не знаю если у вас google translate но это какой-то мем который японцы форсят в отношении сигару есиды чтобы это не означало сигару еще и курил сигары так что для простого запоминания этой личности вам достаточно запомнить хотя бы то что он курил сигары носил колпак и был крутым чад капиталистом его история примечательно тем и эта история похожа на всей истории великих отцов экономических чудес во время имперского периода он был послом на западе в швеции он по международной линии интер интернационального сотрудничества пытался договориться с западом он был в дипмиссии очень многих дипмиссиях как на территории юго-восточной азии так и на территории запада он блестяще был вхож в круги америки и англии он был сторонником союза и дружбы с этими странами вместе с продвижением своей национальной политики это очень важно сигару и в половину бы не был так популярен в японии если бы не его тактика которую прозовут доктрина есиды доктрина есиды это тактика согласно которой япония вела себя в первые послевоенные годы япония как вы знаете не сильно курируется в вопросах про послевоенное преступление нацистов или милитаристов называйте как хотите японский трибунал над военными прошел довольно мягко америка хотела заручиться поддержкой японии потому что там маячила угроза советского союза и педалировать тему преступления японии стали меньше весь фокус был сконцентрирован там в нюрнберге а в этот момент происходит знаете в такие моменты великие рождения великих людей он был таким человеком он стал премьер-министром дважды это это достижение довольно интересное он был премьер-министром в сорок шестом сорок седьмом потом сорок восьмом пятьдесят четвертом году причем не снимая с себя полномочий министра иностранных дел это важно он был премьер-министром главой кабинета с портфелем кабинетного министра невероятно трудоспособный человек и наверное что нужно еще вам знать о его личности он был католиком его отпевали в церкви святой екатерины когда он умирал он был блестящим дипломатом он знал как входить в круги близкие и дальние со всех во все он был вхож во многие в самое наверное разные двери и это его предшествующая биография его человека нейтрала а он был действительно таким нейтралом помогла ему пробиться наверх и вот это его политика которая произвела которая потом получит название доктрины есиды была нацелена на несколько ключевых политических сначала действий выросших потом в экономические я сейчас процитирую вам его собственное слово первое япония должна снова дружить с западом и быть самостоятельным второе экономическое возрождение необходимое следствие нашей самостоятельности третье военная защита соединенных штатов необходимо нам по той мере по какой мы обеспечиваем свою защиту и четвертое никакой проработки прошлого никакой проработки прошлого эта страна не будет в отличие от страны другой поделены на два лагеря прорабатывать прошлое совсем недавно я готовлюсь к этому стриму почитал новость где синдзо а бы это было не так давно благодарю за днат большое вам спасибо благодарю вас синдзо а бы отказался признавать вину за перл харбор отказался признавать вину за перл харбор это очень важно в это время и вообще в принципе для осознания людей он сказал не прорабатывайте прошлое а боритесь за будущее вот доктрина есиды и еще один маленький момент пока я благодарю вас я вижу это очень велик великолепный дна большое спасибо еще один важный момент о чем я должен сказать говоря о нем япония всегда права япония может быть не права но тогда это проблема не японии это тоже еще одна максима которая не оговаривалась в доктрине но она была в реальности спасибо большое за над большое спасибо благодарю вас мэдмэк спасибо большое за 900 рублей хотелось бы увидеть стрим о козима и лоренцо демедич надеюсь вам будет интересна эта тема конечно большое спасибо и большое вам спасибо за то что вы днате это очень важно благодарю вас большое вам спасибо 900 рублей козима и лоренцо демедичи спасибо большое сейчас мы добавим спасибо вам за такой онлайн спасибо большое за то что вы с нами большим спасибо Спасибо. Япония была переименована из Великой Империи Японии в государство Япония. При нем же была принята Конституция Японии. И я хочу вам сказать, я хочу спросить вас в чате Твича. Я надеюсь, что сейчас я посмотрю ваш чат Твича. Я буду его мониторить гораздо чаще. Чувствую, что это очень важно. И сейчас я попытаюсь снова найти этот чат в своем устройстве. Прошу прощения, сейчас я чат, чат мой канал. Мой канал, видео и чат. Догадайтесь, что в Конституции Есиды было написано. Это очень важно. Попробуйте догадаться, что еще было написано в Конституции. Я попробую вам довести еще вот такой... Я попробую вам намекнуть. В Конституции страны до сих пор есть экономическое требование. Это не социальное. Не про профсоюзы, не про защиту рабочих. Нет. Понимаете, в Конституции Японии статья чисто экономическая была. Статья, догадайтесь, какая. Я попробую вам еще подсказать. Эта статья касалась борьбы с инфляцией. Понимаете, в Конституции страны будет прописано... Попробуйте догадаться, о чем эта статья конкретно. Что он предлагал в борьбе. Школьные завтраки. Нет, нет. Более интересно. И вот это вы, наверное, не ожидаете увидеть в любой Конституции мира. Представьте, Конституция. И в Конституции написано, что там совершенно не конституционная, а абсолютная... Я удивился, когда прочел, что там написано. Это было связано с инфляцией. Попробуйте догадаться, что... Что с инфляцией? Что именно с инфляцией? Какие проекты? Запрет эмиссии? Нет, нет. Нет. Было другое. Что-то про табак? Нет. Не совсем. Не совсем про табак. Это было связано со ставкой. Это была ставка банка. И... Попробуйте. Вот. Я почти что вам дал намек. Вы... Что-то про табак. Не совсем. Не совсем. Это было связано с конкретной экономической вещью. В общем, как вы поняли, наш Есида сам курил. Я уже специально вам эту фотографию показал, чтобы вы поняли, что человек, он не был сторонником этих зоживцев. Нет, он вовсе не зоживец был. Есида предложил сделать так. Он решил сделать банковский процент таким, чтобы он коррелировал с инфляцией постоянно. И чтобы регулировать постоянную банковский процент на кредиты, приравнять их к тому, чтобы валюта была твердой к инфляции. Ну, это было интересно в проекте всей страны. Если бы это был проект его лично, то это было бы понятно. А это во всей стране. Причем хочу добавить такой же проект. Но это уже наш. И интересно, что он был предложен Столыпинским клубом. Институт развития Столыпина, который предлагал точно так же сделать у нас в стране. Ну, замену такую же. А он делает ее в Конституции. И, пожалуй, еще кроме этого удивительного, он предлагает вместе с этим, ну, такую вещь. Он говорит о том, что теперь задача страны, общее дело, это перегнать Америку. Перегнать Америку, но не в вооружениях теперь. Потому что японцы воевали, они знают, что такое перегнать Америку. Он говорит о перегоне экономику. Он говорит о достижении превосходства. Если мы унижены и оскорблены. А в этом смысле я хочу добавить это очень близко к нам. Если мы унижены и оскорблены позором, поражение. Если наша страна проиграла в войне, мы должны верстать упущенное в экономике. И, знаете, он сделает невероятное. Эта страна не будет отдыхать. Сегодня 66% государственных предприятий Японии работают шестидневную смену. У них нету субботы выходного. У них 14 государственных праздников. Они работают на 300 часов больше, чем средний европеец. И они получают много. Но в этом смысле еще один важный момент. Пенсионная реформа при японском правительстве, она была, конечно, проведена, как и земельная аграрная реформа. Которая ставила частное единоличное хозяйство выше государственных и боролась с агрохолдингами японскими. Он сделает еще такую важную вещь. Он попробует покуситься вот на... Как бы это вам попонятнее сказать. У нас покушение на самое, наверное, святое. Вот на эти предприятия, которые монополизируют. И вместо монополистов он предлагал внизу частников, вверху монополистов. Но когда все монополисты, трудно держать монополии везде. Поэтому, тем не менее, он решил сделать такой финт. Это была реформа, которая произвела довольно мощный фурор. Внутри самих кайрацу, формирующихся на основе дзайбацу, и наличники были. А вверху эти клановые вожди. Чтобы быстрее экономически форсировать экономику, он заключает контракты с Западом. Не через непосредственно компании, а через них. Он едет сам лично на подписание. Он подписывает тот Сан-Французский мирный договор, по которому Япония передает свои колонии. И становится уже совершенно свободной, независимой стороной. И он, при нем, эта страна станет независимой от оккупации Америки. Можно сказать, что он, это маленький такой Иван Третий для японцев. Он снял американское Иго с Японии. И вы понимаете, тут есть еще очень важный момент. Попробуйте догадаться, почему в 51-м году от Японии так отстали. Ну, подписали мир. Ну, ладно, оккупация закончена. Ну, почему бы там все-таки не оставить мощное присутствие? Ведь там Советский Союз рядом находится. И в 52-м году, в январе, я читал вырезку газеты «Правда». Айосиф Виссарионович Сталин лично обратился к трудящимся Японии. Из-за чего произошла вооруженная стачка в 50-х годах вслед за объявлением Коминтерна расширения на азиатские регионы. И, конечно же, в этой связи поднялись японские коммунисты. То есть, подумайте, почему так быстро отстали? Вроде бы это нелогично. Я бы не отстал от Японии, зная, что у нее погромы коммунистов происходят в стране в 50-е это еще годы. Это Токио, Токио Релли, которое происходило довольно долгое время. Это было что-то вроде лутинга нынешнего. И говоря о том, что это были беспорядки, конечно, и беспорядки, главное, с применением насилия. Япония ужасно страдала, поднимали голову левые партии. Попробуйте догадаться, почему же все-таки от Японии так быстро отстали. Я почитаю ваш чат, с вашего позволения, это интересный вопрос. Предполагайте, господа, это касается, в общем-то, и политики Есиды, и, в принципе, осознания того, что с Японией происходило в этот момент. Этот финт нельзя как-то просто объяснить. Из-за СССР, вы предполагаете, но из-за СССР как раз не должны были они оставить Японию. Другая страна. Но вы мыслите близко. Попробуйте догадаться, была другая страна, из-за которой вот все это не свалилось, не получилось, не прошло. Попробуйте догадаться, что это за страна такая была. Эта страна, она была близка к Советскому Союзу. Она была на границе с Советским Союзом. Из-за этой страны американцы отошли. Они были заняты другим. Догадайтесь, чем они были заняты. Я только зашел, идеи нет. Корея, вы правы, Ваня 092, Северная Корея, Южная. Да. Потому что произошло вторжение на территорию города Пусан. Американские войска высаживаются. Потом они высаживаются в тылы. Северной Корейской армии идет война. И оккупация Японии в этой войне может сложиться так, что очень выгодно будет японцам левая пропаганда. А знаете, попытайтесь догадаться, что левая и очень успешно левая говорили японцам вот в то время. Не случайно даже сам Иосиф Сталин обращался к японцам с речью в Новый год, 1 января 1952 года. Попробуйте догадаться, о чем товарищ Сталин мог сказать японцам. Это было очень важно и очень интересно. Понимаете, он говорил им, с одной стороны, о проблеме, которая уже имела место, и с проблемой, которая не совсем тривиальна. Попробуйте догадаться, эта проблема, она идет с войны. Она идет с войны. И на ней очень хорошо выезжали коммунисты. Попробуйте догадаться, о чем это они. Чтобы показать, как плохо живут коммунисты. Ну, не совсем, не совсем, господа. Попробуйте, подумайте. Есть, есть вот то, что подкупало, что помогало этим левым восставать в Японии. И эта вещь была вовсе не такой, не такой сложной. Вы ее все знаете. Я открою вам секрет. Тут гадать не надо. Вы знаете это событие. И я его знаю. Это было беспрецедентное событие в истории мировых войн. Первое и пока что единственное в истории мировых войн. Событие, которое больше не происходило никогда. В войне это событие не происходило больше никогда. В истории мировых цивилизаций, начиная с самого бронзового века и до наших дней, еще никогда не было в регулярном вооруженном конфликте вот этого, о чем говорили левые. Догадайтесь, о чем они говорили. О США. Вопрос о Курилах. Ваня 0.92. Момент про инфляцию. Да, там была зафиксирована инфляция. Уровень инфляции для Японии. Он был привязан к, если мне память не изменит, к какому-то банковскому, банковским кредитам. Чтобы инфляция не превышала их и чтобы для этого, чтобы народ не разорялся и не мог себе позволять долгие кредиты. Для того, чтобы долгие кредиты были доступны населению, необходимо было сдерживать инфляцию. И поэтому было решено, чтобы банки выдавали, как мне кажется, потому что я могу переводить с японского не очень хорошо, корректировали в отношении инфляции свои же собственные проценты по кредитам. Чтобы не получалось так, что инфляция пожирала ваш кредит. Ну, бывает же такое, что вы берете кредит, а инфляция его пожирает. Чтобы этого не происходило, в Конституции было закреплено понятие долгого кредита с льготным обеспечением. Чтобы валюта национально не падала в этот момент и она не обесценивалась. И чтобы вы не доплачивали больше, кроме инфляции, этих денег. Ядерная атака. Вы правы. 8-100-РК-АТ-8. Да, вы правы. Ядерное оружие. Вы правы. Но Сталин не обещал им дать ядерное оружие. Нет. Сталин говорил, американцы сбросили на вас атомную бомбу. А вот попробуйте догадаться, а японцы знали об этом или нет. Сообщили ли японцам, что это американцы сбросили им атомное оружие. Некоторые не знали об этом. Некоторые знали о том, что были взрывы и были бомбардировки. Но о том, что после них случились лучевые болезни, об этом узнал Советский Союз Первым. И о том, что это был осознательный акт возмездия Соединенных Штатов. И о том, что это было... Благодарю вас. Большое вам спасибо. И о том, что это была спланированная акция возмездия для окончательного удара и завершения войны к японцам. Вот этого уже японцы. Это было откровение. Они знали, что были бомбардировки. Только вот Советский Союз дополнил эти ужасы и показывали им картинки. В этот момент появились те картинки. Вы знаете, это тени на стенах. Вот от оставшихся там мертвых, которые буквально были испепелены в первых вспышках этого взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Бомба-малыш разорвавшаяся причинила невероятные... Там были лучевые болезни. И это, кстати говоря, скрывали факт лучевой болезни. Долгое время японское общество пытались изолировать от проблемы Хиросимы и Нагасаки. Потому что американцы же, которые оккупировали их страну и были виновны в этом. А товарищ Сталин, мудрый прозорливый политик, решил сыграть. И сказал, что посмотрите, японцы вас убивают лучами. Вас испытывают, на вас как на крысах делают эксперименты американцы. И американцы же держат вас в оккупации. Доколе же терпеть? И результатом вот этих выступлений стало дополнение Сан-Франциского мира об отмене оккупационного режима на территории Японии. Они поняли. Если оставить оккупацию в Японии, Сталин может победить. А он имел возможность это сделать. Имел почему? Потому что по договорам, не утвержденным, Сталин делил по приказу номер один в отношении армии, которая располагалась на Дальнем Востоке. Это было объединение начальников штабов, которым заведовали как наши, так и иностранные делегаты в 45-м году. Так вот, приказ номер один о демилитаризованном разделении линий на 38-й параллели в Корее предлагалось выторговать на Хоккайдо Советскому Союзу. И 11 августа 45-го года Советский Союз предпринимал попытки к организации вторжения на Хоккайдо. Так что, именно из-за этого, добавлю, кстати говоря, у нас не подписан мир с Японией. Если бы советская делегация в 51-м году подписала бы этот мир, у нас бы не было никаких вопросов с Японией. Но мы не подписали. До самой смерти Сталина, до 55-го года даже, после него уже, не подписывали. Спасибо вам большое за нас, я отвечу. Благодарю вас, огромное спасибо за то, что поддерживаете нас. Спасибо вам большое, Алексей Бортнев. Благодарю вас за 1250 рублей. Мой вам большой, низкий поклон. Удачи на Wirtschaftswunder. О, благодарю вас. Где можно до бесконечности любоваться на ваши обложки? На мои обложки можно любоваться в моем инстаграме. Ссылку на который я сейчас кину. Спасибо вам большое. Я сейчас добавлю немецкое экономическое чудо. Wirtschaftswunder. Спасибо вам большое. Сейчас мы добавим сначала на него. И потом я покажу вам, где вы можете любоваться обложками. Два места есть. Это моя страница в ВК и мой инстаграм. Спасибо вам большое. Благодарю вас. И я обещал вам ссылку. Мы дадим вам ссылки. Я кидаю вам ссылку в инстаграм. Это ссылка на инстаграм. Надеюсь, она будет работать. И ссылку на мою страницу. Мою страницу сейчас Николай Росов называется. Так она и называется. И прошу вас, приходите к ней тоже. Здесь вы можете найти все обложки, которые я рисовал. Я буду очень благодарен, если вы поддержите обложки лайком. Это будет здорово. Лайк это очень здорово, если вы поставите лайк. О чем я говорю? Это будет замечательно. Прошу вас, господа, зовите друзей. Мне очень важно, чтобы у нас был большой онлайн. Зовите всех, кого только можете. Я зову вас всех. Я призываю вас участвовать в наших стримах. Я низко вам кланяю за то, что вы смотрите нас. За то, что вы все равно, несмотря ни на что, поддерживаете нас. Что вы приходите к нам. Вы говорили, что действительно было бы довольно стрёмно, если бы американцы целовались в засос с японцами. Это правда. Но в тот момент это было не просто не очевидно. Это было вообще просто невозможно представить. Чтобы они были рядом с ними. Чтобы вместе с японцами стояли американцы. И тогда Советский Союз начал пропаганду, где педалировал тему ядерной бомбардировки и оккупации. И хотя бы ядерной бомбардировки Америка не могла объективно отрицать, она могла отрицать оккупацию. Из-за чего, кстати говоря, из-за этого отрицания оно помогло. Вы спрашиваете вопрос о Курилах и Сахалине. Хиросима и Нагасаки, ядерная атака. Да, всё совершенно правильно. Американцы после ядерной бомбёжки в дёсна с японцами и сосались. Ну, практически. Вопрос действительно про Курилы до сих пор, как вы правильно замечаете, не решено. Спасибо вам большое за онлайн. 48 подписчиков. Благодарю вас за то, что вы здесь. Спасибо вам большое. И вот здесь, на этом самом моменте, начинается наша история. Начинается история японского экономического чуда. Это соединение желания и воли. Это большое, как потом напишет уже историк-востоковед. Я процитирую его слова. Историк-востоковед, занимающийся этой проблемой, Александр Бушев. Сохраняйте амбиции. Будет такое слово. Сохраняйте амбиции. Япония уходит с честью. Она не пораженчество. Она не ушла в поражение. Она должна совершить великую победу. Для этой великой победы надо консолидировать все свои силы. Для великой победы не жалко потратить себя. Поэтому этот курс, который возьмется, Есида, это будет курс на просто потрошение японского общества. Это будет второе Мэйдзи. Его напишет биографию японское издание и назовет Есида, человек эпохи Мэйдзи, последний Мэйдзи. Так что, говоря о том, на чем заканчивался эпоха Сёва военная, мы начинаем эпоху мира. И теперь император уже не бог, не сына Матерасу, не божественное лицо. Теперь это светский государь. Теперь это парламент. Теперь это справедливый независимый суд. И теперь это новая революция. Революция экономическая. Как её начинает проводить? Её проводят несколько этапов. Но давайте возьмёмся с того, чего начал Есида. В его стране была ужасная коррупция, ужасные чиновники, откаты, взятки, продажа оружия американцам. В общем, продавали всё, химические наработки особенно, потому что японцы были сильны в этом моменте. И надо было предпринимать решение, чтобы Японию не разворовали. Каков его был план? План замены текстиля на промышленность. Всё вроде просто сказано. Нам необходимо теперь, Есида сказал, заменить невыгодную продажу текстиля на экспорт продажей материалов высокого передела, а точнее промышленным производством заняться. И понимаете, насколько быстро они занялись этим всем? В 1962 году текстиль Японии составлял первую строчку экспорта с 18% всего экспорта Японии. А в 1963 через год первой строчкой стали автомобили, промышленное оборудование и сопутствующие детали, заменяющие вспомогательные детали, гайки, шурупы, винты, болты. За один год вся экономика переобулась в полёте и стала производить автомобили, промышленное производство, гайки, болты, винтики. И помогло ещё кое-что. Помогла война. Помогла война не только в Корее, потому что она уже закончилась. Помогла война во Вьетнаме, начавшаяся. Помогли и в том числе французские закупки. Потому что после поражения в 1955 при Вьенбенфу французы были заинтересованы сохранением своей империи. Японцы понимали, что империю восстановить нельзя. Но можно империю расширить и не только границами, а своими технологиями. Так что Есида делал ставку на то, чтобы как можно меньшее количество людей производило как можно большее количество благ. Он создавал наукоёмкие производства, как бы мы сейчас назвали. Ёмкие и эффективные. И главное, у него был такой принцип. Последний корабль отбыл. Последний корабль тонет. Можно его... Это такая восточная мораль. Я постараюсь вам сейчас объяснить, что он имел в виду. Если эскадра медлит. Если корабль поворачивает. Если корабль отстаёт. Корабль топят. То есть последний неэффективный корабль в эскадре должен быть уничтожен. Чтобы победить. Потому что скорость и манёвр решают всё. И японцы очень скоро ощутили эту скорость манёвра. Давайте я только некоторые промежуточные итоги. Первое. Первое результаты реформы скажу. Итак. Давайте посмотрим на них просто на графике. И мы отметим некоторые отличительные моменты. График предоставлен Google Analytics. Кому я очень благодарю за эту неоценимую помощь. Google Analytics оставил график. Давайте мы поближе посмотрим на конкретную Японию. Без Соединённых Штатов. Без Китая. Мы уберём... Мы уберём Республику Корею. Мы уберём Великобританию и Германию. Это тоже нам не нужно будет сейчас. Великобританию и Германию мы уберём. И мы оставим сейчас только для вас несколько таких репрезентативных стран. Россия, Эстония и Япония, США. Надо сказать, что у нас немножечко близкие графики. Вы заметили, да? Ну, я имею в виду парные графики. У нас Россия, Эстония и Соединённые Штаты, Япония. Первые годы реформы. 62-63 год. Вот этот график показывает первый взлёт, который будет продолжаться до 69-го года. Вот практически всё, что здесь находится, это и есть экономическое чудо Японии. Дальше будет, ну, скажем, просто продолжение его, естественное. Если взглянуть на ВВП просто номинальное, сейчас я вам покажу, как оно выросло. ВВП, например, на... ВВП в постоянных долларах. Валовый внутренний продукт. То он развивался достаточно быстро уже после самого Есиды. Главная закладка фундамента ВВП была здесь. И в 95-м году Япония, надо сказать, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть была, между прочим, второй экономикой. До 10-го года, когда Китай, опять же, её поборол и встал на первое место. Сейчас мы посмотрим в этом разрезе Китай, потому что мы добавим его именно в вопросах по ВВП. Кстати, вы можете добавить Сингапур, но он будет совсем маленьким. Вот он там. Китай гораздо больше. Сейчас давайте я добавлю вам Китай. Китайская народная республика. Вот она здесь. Она добилась увеличения своего ВВП только лишь в 10-м году, опередив Японию. Только в 10-м году. До этого момента титул второй державы по ВВП на планете принадлежал Японии. С 68-го года, с года, когда заканчивается главный экономический форсаж японского экономического чуда, она вторая экономика планеты. Она не десятая, не третья, она вторая. И она скакала очень быстро. Почему она скакала очень быстро? Дело в том, что Есида взял эту тактику финансового форсажа. Она будет немного похожа на тактику, которую будет брать уже в Германии при Кондороде Аденаури. Это невероятное насыщение иностранными инвестициями, созданием удобного климата для экстенсивного производства на границу. Выноса производства, причем производства не первого передела за рубеж с целью извлечения выгоды. И говоря вот об этом, он был успешнее других, потому что Япония в этот момент была очень неприветливой страной. Давайте я представлю вам, как это происходило, чудо Японии. Отменены отпуска. 14 официальных дней выходных объявлены в этой стране. Все предприниматели подчинены Кайрацу системам. Существует государственный план и комитет, комитет экономического роста, обеспечивающий этот экономический рост, который рекомендует, ну рекомендует вы знаете как, у нас мы вам рекомендуем вступать в колхоз. Они вступают в него и заключают бессрочные пожизненные контракты. С одной стороны, если посмотреть на это с точки зрения просто экономического успеха, то да, если человек будет навсегда закреплен за предприятием, он будет иметь стопроцентную гарантию, что его не выкинут с рабочего места. С другой стороны, это будет вредить социальной мобильности людей. Но было решено, что и так сойдет. С 70-х годов вводятся уже площадные контракты на пожизненной основе у крупных предприятий и фирм. Ведется увеличение рабочих часов. Фактически Япония просто взяла и начала работать. Она начала по-настоящему вкалывать. Это не просто работа. Японцы одни из самых несчастливых людей на планете Земля. И да, социальное обеспечение пенсионеров и старости в Японии есть. Но в момент, когда приходил Есида, было обязательно участие в этом солидарное старых родственников. То есть семья кормит старого родственника. Это традиция в определенной степени. Но это еще и экономический стимул. И второй экономический стимул это повальное и массовое девятиклассное образование для всех без исключения. То есть тебе, если хочешь или не хочешь, такого нету. Ты обязательно пройдешь девять классов школы, как бы ты ни хотел. Обязательное для всех. Новая реформа университетов вводится. Создаются кадры для новых, а не старых отраслей. Сначала это просто механизация. И это легкая промышленность текстиль, машины. Затем это химия. А потом это тяжелая промышленность. Берется и переделывается под нужды гражданской сферы военный флот Японии. Берутся старые заводы, переплавкой стали они занимаются. Каски солдат тоже идут в расход. Бывшие каски солдат становятся, например, суповыми наборами. Это будет в Германии. Он будет смотреть на Wirtschaftswunder. Он будет на него смотреть, акцентируя внимание на том, что в Японии нет. Но в отличие от немецкого экономического чуда, он и его экономическое чудо Японии будет, наверное, гораздо большим. Потому что он до каждого сантиметра грызется, до каждого самый маленький фактор роста. Он будет хватать и рвать на куски. Традиционно выделяют пять таких деталей, пять экономических ступеней этого японского роста. Это рост 1955-1968-1973, потом 1973-го будет спад. До 1995-го года, 1995-й год очередной кризис и снова будет отскок. После чего произойдет 2010-й год, когда японская экономика окончательно будет в рецессии. Но, как замечают некоторые специалисты, рецессию надо принято считать с 1985-го года, с времени, когда были подписаны ПЛАЗа, договоры ПЛАЗа по имени одноименной гостиницы. Когда иена динаминировалась, и в таком случае экономический рост сократился с 8% в год до 2,5% в год. Вот такие вещи. И что еще? Что еще помогало институционально продвигать это чудо? Это, наверное, трудовая этика. Но уже не этика традиционная, а этика конкретно... Этика человеческая, институциональная. Японцам было поручено создавать для себя экономическую базу. То есть процесс накопления должен был быть подставлен на очень крупные рельсы. Так, настолько крупные, что они опережали все. И опережали даже экономический рост просто по своему уровню. Что такое экономическое чудо? Это когда уровень экономического роста страны зиждется на отметке 5 и более процентов. Иногда 4 берут. Но лучше все-таки 5. 5 и более процентов в течение более 10 лет стабильного экономического роста. И вам теперь нетрудно догадаться, почему экономическое чудо Влэда, Путина, не является экономическим чудом. Я про экономическое чудо 2000-х. Потому что сейчас на графике у вас будет возможность посмотреть на них. Вот это чудо Влэда. 99-й год-2008. Вот это грандиозное чудо Влэда. А вот чудо Сигеро-Есиды. Оценили разницу? Увидели разницу, да? То есть Влэд даже до начала Есиды не дошел. Если точнее, то уровень развития нашей страны по ВП на душу населения сегодня равен Японии в 1900... Давайте сравним. В 1911... В 1963 году. Япония походила на РФ сегодня как... Причем не на РФ сегодня, а на РФ в самом пике. Япония походила на РФ в самом пике, то есть в 2008 году, в 1963 году. Но она потом пошла дальше. А наша страна... Давайте посмотрим, куда она потом пошла. С 2008 года она пошла вниз, вниз, а потом стабильная прямая линия. И мы так и остались в 1963 году Японии. Кстати говоря, небольшой факт, но где-то в начале этого же времени, в 60-е годы, она сравнялась с ВВП Советского Союза 1989 года. Да. То есть буквально Советский Союз когда-то имел уровень развития Японии. Когда-то. Но это было очень давно. Япония в этот момент уже ускакала далеко. Если брать за отчетную точку нашего рассмышления 1991 год, 9 тысяч долларов, то в этот момент Япония переживала расцвет, у нее было 39 тысяч долларов. Просто сравните для себя. 9 тысяч долларов и 39 тысяч долларов. Вот насколько нас, блин, больше Япония какая-то маленькая. Так что экономическое чудо заключалось в том, что он сумел создать систему непрекращающегося непрерывного роста. Это очень важно. Оно не заканчивалось и даже кризисы не могли его остановить. И вот здесь, как считают эксперты, виновно несколько факторов. Я их вам сейчас перечислю. Один из них это фактор низких расход на армию и практического отказа от расхода на армию. Даже более того, прошу прощения, я, кажется, говорил не про, еще про армию добавлю. В конституции были закреплены расходы на армию. Представьте себе, расходы на армию Японии не должны превышать 1% ВВП. Всегда. Это конституция Японии. Нельзя больше 1% ВВП тратить на армию. И Япония придерживается этого. Второй достаточно важный стимул это инвестиции, направленные в производство и накопление капитала. Более того, рост промышленного производства достигал, если брать только промышленное производство в Японии, 16% в год. Для экономического чуда характерный рост в 5-7% в год. Экономическое чудо Японии в отдельных отраслях было 16% в год. Если брать среднее, то это 7-10% в год в течение... Давайте посмотрим, какое это было время. В течение около 20 лет. Причем непрерывно. Я не знаю, есть ли в Google Analytics проценты роста ВВП. Но я сейчас попытаюсь найти, есть ли рост ВВП в Google Analytics. Так будет даже лучше в процентах. Буква R и коломоноопа R. РСТ. Рост ВВП. Да, вот здесь. Давайте посмотрим. Рост ВВП Японии, рост США, России. Кстати, тут очень хорошо. В ВВП Японии, кстати говоря, помните, я говорил вам про аномалии роста и вот про... Сейчас. Розничная цена топлива. Нет. Рост ВВП. Помните, я говорил вам про аномалии развития, где было, например, у Китая рост ВВП минус 27% в 1961 году перед высоким большим скачком. Потом, помните, я вам говорил, что было несколько крупных скачков ВВП Китая до 20% в год. Это время тоже. Мао. Это 64-е и 70-е, когда рост экономики Китая был вообще выше всего, чего только можно представить. Давайте вычленим из этого Японию. Это был рост 12, 8, 10, 11, 6, 11, 12, 0, 4, 8, 4, 6, 7. Вот здесь от 7 до 10 в среднем рост продолжался вплоть до 90-х годов. То есть вполне себе стабильный. И только лишь с этого времени начинается стагнация, когда рост экономики Японии немножечко напоминает рост экономики России. Давайте сейчас мы просто сравним не Китай, а Россию и Японию. Вот Россия и вот Япония. Прошу любить и жаловать. Даже в самые цветущие годы Влэда, когда рост нашей экономики превышал... Сколько? Превышал... Секундочку. Скажи мне, Гугл, почему ты... Он зависает. В общем, господа, сейчас я добавлю еще одну переменную. Пусть с переменной будет лучше. Короче, 10% в 2000 году. Это не сравнилось с лучшим результатом Сигеро-Есида в 68-69. 12% ВВП в год. И правда, как у нас, так и у Японии были просадки, но только у нас просадки имели совершенно феноменальный характер и длились достаточно долго, чтобы понять, насколько наша экономика дно по сравнению с японской. Посмотрите на наш график. Это очень похоже на приступе эпилептического припадка у больного. Впрочем, чего я жалуюсь, Япония тоже хороша, и у нее случались кризисы. Нельзя сказать, что это время было однозначно в положительном для Японии ключе. Нельзя сказать, что оно однозначно было Японией в плюс. То есть оно было еще, конечно же, не полностью успешным. Но постоянство в этом росте, оно обеспечило этот успех. И если говорить о уроке, который связан с третьим, уже фактором, а третий фактор это фактор технического реконструкции текстиля и легкой промышленности, в которой также уже на предприятиях, а не в конституции, кайрацию, закреплено отставание станков в технологическом укладе не более 9 лет. В 68-м году отставание станков составляло больше 20. У нас встречаются станки на производстве еще военного времени, немецкие станки, которые мы используем сегодня. А Япония не допустила и уже в 80-е годы вышла на уровень, когда износ станков не может превышать 8 лет. Невероятная динамика изменения и реобновления своего производства, средств производства, станочного парка и автоматика. Это регулярное обновление всех ветвей и всех ниток производства, постоянное. И надо сказать, что уже в 80-е годы настолько оно стало эффективным, что нет в мире страны, которая настолько совершенные станки имеет в таком качественном состоянии. То есть они все время меняются, они все время в подвижном состоянии, не стоят на месте. И сейчас я обращусь к истории качественной перемены японского экономического чуда. Это 60-70-е, мы поговорим немножко о том, как трансформировалась Япония внутри. Как этот цветок японского чуда расцвел. И это было практическое создание новых отраслей. Было понимание, что Япония на предыдущих отраслях не сможет выезжать. И для того, чтобы создавать новые предприятия с новыми станками, надо создавать отрасли просто под ключ с нуля. Добавлю, кстати, некоторые предлагают такой этап провести нам в стране. И это создание целых отраслей с нуля, хотя они были. То есть нельзя сказать, что в Японии не было богатой химической промышленности, но некоторые концерны снова переделывались. А некоторые перезапускались. Это был такой перезапуск франшизы. Если бы можно такое слово употребить. Перезапуск франшизы, перезапуск экономики. Вот такое драйвовое и не перегретое состояние экономики было характерно для Японии в это время. Но перед тем, как я скажу вам, чем отличались эти этапы, потому что они качественно тоже отличались друг от друга, я прочитаю ваш чат, я поучаствую в вопросах, я благодарю вас за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы здесь, и спасибо за то, что вы Днатти. Нифига китайцы растут. Как в то время были дела с мафией? Японской, китайской и американской внутри Японии. Хороший вопрос. Так называемые мафии, китайские триады, которые имели место, правда, в очень ограниченном количестве, но надо упомянуть о них тоже. Китайские триады действовали на территории Японии некоторое время, и японские уже конкретно якудзы, якудзы работали, как правило, с крупными клановыми структурами, с кайрацу, и борьба с ними сводилась иногда даже к принудительному сносу объектов недвижимости. Было дело довольно криминальное, где отдельный склад возле портов был демонтирован, потому что он принадлежал лицам сомнительного происхождения, их доходы не были подтверждены, таким образом, ну, в общем, это было довольно ударом в небо, но в этот раз они не ошиблись, это серьезно, по-настоящему был действительно якудза, был арестован в этом деле. Если говорить про вклад мафии японской в дело экономического роста, то она иногда помогала, потому что это удивительно, но когда я говорил о союзе предпринимателей с властью, невозможном в нашей стране, представьте себе, как это сделать у нас в стране, то союз всей солидарности японской нации был настолько всепроникающим, что иногда бывало, что и криминал помогал. Криминал помогал не в смысле, что донатил, хотя донатьте, господа, это выйдет очень важно. Криминал донатил непрямо. Дело в том, что для избавления от конкурентов применялись не всегда законные способы, и криминал помогал разрешить вопросы, когда кроме закона не было другого способа регуляции. Посредников иногда вызывали на споры с якудзой. И когда заключались серьезные контракты внутри какого-нибудь города, то не обходилось без человека, который курировал трафик того или иного товара. Я сейчас не говорю про товары запрещенные, просто есть гласная и негласная монополия. И есть, конечно же, люди, которые заведуют ей совершенно объективно, а есть люди, которые тайно. И вот тайные потоки соединились с явными. Представьте себе, у нас какой-нибудь шакро молодой, хотя нет, давайте, это неприятный пример, это человек, который во власть все-таки пролез. Ну, в общем, вы представьте себе 90, но только с сознательными бандюками. Чтобы, например, сознательный бандит с болью в сердце за Россию помогал бы заключать финансовые сделки. Представьте себе. Борьба велась. Конечно же, никто не испытывал сомнений в том, что это не будет плодотворный союз на долгое время, но надо сказать, что японская якудза тоже участвовала в определенной степени в поддержании этого экономического роста, хотя бы тем, что оно стимулировало спрос. Оно, ну это японское общество довольно традиционно, поэтому люди по соседнему двору знают друг друга, а те, кто осведомляет о других, те знают третьих. Это такая сеть, это горизонтальная сеть связей, где люди понимают с полуслова. И лучше договориться с одним, чем говорить со всем директоратом компании. Ну, то есть, если вы имеете кланового вождя или вождя не совсем прямого клана, лучше договориться к нему, ну, пойти к нему на ковер, чем вот с другими говорить. И я думаю, что вот в этом, в этом было как раз то обоснование. Благодарю вас за ДНАТ. Большое вам спасибо. По которому участвовали даже, даже иногда и криминалы. Спасибо вам большое. Благодарю вас за ДНАТ. Благодарю вас за ДНАТ. Мэкс за 50 рублей. Еще разок на Медичи. Мы добавим на Медичи. Большое вам спасибо. Благодарю вас. Мы добавим. Спасибо за то, что вы участвуете, что не забываете про наши ДНАТы. Спасибо вам большое. 950 рублей на Медичи. Теперь Медичи уже скоро поравняются с Хадшипсут. ДНАТИ, господа, будет очень приятно увидеть их в самых топах. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Так вот, говоря о том, что... Да, и участвовали в том числе такие люди. Я читаю ваш чат. Пишите, господа. Что сейчас с Якудзо? Сейчас их влияние сильно уменьшилось. Да, это правда. Света Седая. Тук-тук. Я проспала. Можно войти? Конечно, входите. Я обожаю вас, мои дорогие подписчики. Знали бы вы, как я вас люблю. Знали бы, как я готовлюсь к каждому стриму. И на самом деле, весь мой день проходит в ожидании вот этого мгновения, когда я буду вместе с вами. Потому что мне важно не только рассказать. Мне важно поделиться. А поделиться можно, когда это взаимно. Поэтому будем же, как кайрацу в Японии, делиться своей радостью друг с другом. Ведь для этого я и делаю эти стримы, чтобы поделиться с вами радостью. В некотором роде не только просто с контентом. Спасибо вам большое. Что... Некоторые люди просто не выдерживают этого. А, действительно, суициды. Это действительно очень частая вещь в Японии. Из-за того, что... Действительно, очень тяжелые дела у них с рабочими днями. Тяжелые дела с вообще этикой трудовой. Но, говоря о том, что она очень требовательна, надо сказать, что Япония, и в этом такое преимущество, и в то же время немножечко, немножечко даже минус. Это требование морального облика. Ну, немножечко надо объяснить, что это такое. Моральный облик, это значит, что рабочий на предприятии входит не на предприятие. Он входит в дом. Дом Ланнистер, дом Таргариен, дом... Дом Сега Интерактив, дом... Какой бы еще... Дом Тойота ИНК. Понимаете? То есть, мы входим в дом. И вы теперь уже не просто работник. Вы член семьи. Дон Карлеоне сидит там, на верхнем этаже в своем пентхаусе. Это не ваш директор, не ваш начальник. Это Дон Карлеоне. И он решает проблемы не только ваши личные... Не только ваши рабочие. Он решает и личные проблемы, бывает. Иногда такое случается, что начальник помогает вам в личной жизни. Он заботится о вас, как о членах семьи. И поэтому, некоторое предприятие, это не просто предприятие. Это еще и семья. Поэтому очень важно требование морального облика. И дележа, это важно. Дележ пирога. Называется дележ пирога, это система, потому что японцы предлагают каждому работнику акции своей же компании, которая он имеет право. Потому что он работник компании. Это немного солидаризирует рабочих. Это сбавляет градус социального напряжения. И это способствует доверию компании. Потому что японцы считают, что чем больше мы поделим кусков пирога, тем больше будет пирог. И чем больше становится прибыль, тем больше дивидендов получают сами рабочие, которые трудятся на этом предприятии. Это очень интересная система. Некоторые считают, что подобную хотел ввести Горбачев со своими кооперативами. Кооперативное предпринимательство. Но оставим Горбачева, поговорим про Японию. Япония это система солидарного участия. Где вы, если вы, например, идете в компанию, вы идете домой. Вы не идете, вы добро пожаловать домой. Вы идете в кабинет к Дону Чичу, который поглаживает свое коте и говорит вам, Михалыч, ты просишь меня об удолжении, но ты просишь без должного уважения. Ты просишь меня, но просишь без уважения. Вот это такое покровительское, патерналистское, отеческое отношение к рабочему и к труду тоже важно. Вкупе с тем, что у них мало выходных, мало праздников, мало отдыха вообще. А да, говоря про отдых. У них семидневный отдых. Это семь дней отпуск длится ваш в государственных компаниях. Если брать по Средней Японии, 66%. Отпуска это семь дней рабочих. Вообще, в году вы имеете право на семь дней рабочих. А после этого вставайте и работайте, лодыри, вставайте и работайте. Конечно, если вы заболели, то отдых другой будет вам, но отпуск вообще семь дней и все тут. Никаких оправданий. Семь дней и все, семь дней и все. Жестокая система. Поэтому много суицидов в управле. Действительно, там очень тяжело жить в смысле психологическом. Не знать, что вы там будете бедно жить. В смысле психологии. Стрим с Ольгардом будет выложен. Спасибо большое за вопрос. Я хотел бы спросить вас еще раз, теперь, когда вы присоединились к нам, как бы вы хотели. Вы бы хотели, чтобы стрим с Ольгардом был выложен на Ютубе. Я не знаю, одобряет ли это Твич. Мне очень важно знать ваше мнение. Будет выложен стрим только если вы дадите принципиальное согласие и скажете, что это не отразится на репутации нашего канала. Я хочу выложить и наш стрим. Этот стрим тоже на Ютуб. Потому что нам позволяют еще выкладывать видео. Но я опять же хочу, чтобы вы тоже поучаствовали. И написали мне, хорошо, правильно ли это и не нарушает ли это правила Ютуба. Пожалуйста, напишите сейчас, я буду внимательно читать ваши комментарии, не нарушает ли это правил. И я выложу, я специально записываю наши трансляции. Богомут, вы бы хотели. Хотели бы, Твич одобряет. Вроде на репутации не должно сказываться, но я могу ошибаться. А практика Кайдзен, это из той же области или это она и есть? Давайте я посмотрю, что такое Кайдзен. Я могу ошибаться. И я вам отвечу. Да, 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 да. Это действительно то самое. Кайдзен. Некоторый моральный кодекс. Моральный кодекс, моральный облик. Нечто, что с вас не потребует в любой другой западной фирме, но вас потребует восточной. Партнерская программа Твича запрещает, а так ограничений нет, кажется. Не нарушает. Ну, можно проконсультироваться с поддержкой, наверное. Так-то я за. Да, я бы тоже был очень за это. Ну что ж, давайте так. Будем делать таким образом. Я выложу. Спасибо вам большое. Продолжаем. Я сейчас поговорю с вами об этих моментах, о фактических изменениях, которые произошли в Японии. Первое, это рубеж 60-х, 70-х годов, начало экономического чуда. Чем они отличаются и чем они выделяются так на общем фоне, на фоне общего развития Японии, тем, что в этот момент происходит некоторая ориентация на потребителя. Больше экономика Японии теперь завязана на человеке, а не на войне, не на потребителе армейском, не на коллективном, а на личном потребителе. В этот момент происходит переориентация. Япония начинает завершение этапа развивающейся страны и переходит в этап развитой. Или, иными словами, в первый же удар, в первый прыжок своей реформы Япония выходит из фазы догоняющего развития. Это редко кому удавалось. Сразу после начала реформы настолько бурный экономический рост, что Япония сразу же выходит из фазы догоняющего развития. Вы, наверное, слышали от многих людей сейчас слово догоняющее развитие, оно притча во языцах. Вот наша страна не вышла из догоняющего развития, начиная с 19 века еще. Япония вышла за 20 каких-то лет. Учиться надо, учиться надо. Второй этап Японии это 70-е годы. Это создание наукоемкого производства. Это точная металлургия. Это техническая база химической промышленности и микросхем. И восьмидесятый, третий этап, завершающий этап, уже кульминация этого чуда, это постиндустриальная экономика, которая ориентирована на предоставление услуг. В сфере услуг сейчас в Японии больше 60% задействовано население. Таким образом, круг вот этой экономики, переход сначала в ранг, из ранга догоняющего развития в ранг развитых стран. Второе это наукоемкие производства. Третье это экономика благ, экономика услуг, постиндустриальная экономика. В ней Япония находится по сей день и она сейчас находится в стагнации. Но хочу добавить, нам бы России так постагнировать. Лет так 20, как Япония стагнирует, потому что за эти 20 лет стагнации объективной Япония провела в каждый город с населением до 500 тысяч человек скоростную магистраль железнодорожного транспорта. Было полностью проведено обновление всей сети дорожного полотна и сообщения внутри Японии и создан самый крупный агроконгломерат Токио. Некоторые склонны предполагать, что Токио скоро разрастется до масштаба всей Японии. То есть это будет огромный город. Это грандиозный мегалополис, который будет располагаться на островах и будет соединен цепью непрерывных скоростных железнодорожных магистралей. Иным словами, Япония сегодня это очень высокоразвитая, очень богатая страна, имеющая большие проблемы с внешним долгом, потому что он превышает 200% ВВП. И проблемы сейчас имеют экономического роста. Экономический рост Японии находится в стагнации. Он затухает, и Япония в целом, преодолев все эти перипетии 20 века, вступила на экономическое развитие западного, высокого западного уровня. Япония по единоличным хозяйствам... Спасибо вам большое за дна. Я хочу эту цифру озвучить, чтобы вы подумали над ней. Она очень важна. Япония по единоличным хозяйствам сейчас уступает Соединенным Штатам, но до 62% населения Японии имеет частное жилье. Домик какой-нибудь. Причем размер домика на единицу, на население, на каждого человека составляет 93 квадратных метра. Больше, чем Путинка в 11 метров. То есть почти что в 9 раз больше, чем минимальное жилье в Российской Федерации. И правда сильно-сильно уступает Америке, где там на трехзначной цифре переходят квадратные метры, но все равно это тоже очень много. Создан слой единоличных производителей, частных предпринимателей, создана интеллигенция и буржуазия, которая поддерживает довольно стабильное развитие этой страны и предотвращает ее колебания туда и сюда. Если честно, это 30-летие стагнации, нам бы так позагнивать, как Япония сейчас загнивает в своем 30-летии стагнации. Японцы жалуются на плохую очистку воды, на недобросовестную уборку газонов, на всякую фигню они жалуются, на то, на чем бы мы вообще в последнюю очередь акцентировали свое внимание. Вопросы окружающей среды для Японии сейчас на первом месте. Япония перерабатывает до 90% всего того, что она производит, является уникальной страной, ну, поскольку она остров, ей негде хранить какие-то отходы, которая перерабатывает все, что она производит, моментально пытается освоить новые технологии, и она в лидерах среди стран, которые используют роботов в промышленной индустрии. Спасибо вам большое за... Я отвечу. Спасибо вам большое за вопросы. Спасибо вам большое за 150 рублей. Николай, спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо вам за то, что вы есть. И я благодарю вас за вашу поддержку. Это очень важно мне. Япония сейчас это страна, которая занимается типичными проблемами окружающей среды, газонов, уборкой помещений, чистотой воздуха и чистотой воды. На одном из экспериментальных атомных реакторов Японии после Фукусимы было показано ресторанное меню, где возле прямо этой атомной станции, вылавливали рыбу и ее подавали в ресторане. То есть она очень высоко ценит Япония сегодня экологически чистые продукты, заботится об укройшей среде. Ее волнуют вопросы качества воды, качества озеленения и урбанизации. Это тоже вопрос, который сейчас волнует японское общество. Гиперурбанизация тоже плохо. Хотя надо сказать, что сейчас даже самая глухая японская деревенька освещается полностью. В ней есть связь, 5G вышка, интернет. Нет никакого белого пятна на карте Японии. Она в целом очень собранная. И тут надо добавить еще одну отличительную особенность экономического чуда Японии. Монолитность и абсолютную гомогенность японского общества. 99% японцев японцы. Айны и малые народы не существуют. Таким образом, нетрудно было мобилизовать довольно однородную в этническом составе группу людей к тому, чтобы она организовалась, кооперировалась и зарабатывала для себя деньги. И я не хочу заканчивать на Японию. Благодарю вас за днат. Я хотел бы закончить словами знаменитого русского экономиста Якова Меркина. Но перед этим я отвечу на ваш днат, конечно же, спасибо вам большое. Якова Меркина, который в своей книге «Четыре пути России» закончил свою главу «Четвертый путь России». Ну, это четвертый сценарий развития России. Сценарий экономического форсажа, то есть повторения японского экономического чуда. Он скажет цитату, я ее выписал. Мы, я думаю, закончим наш стрим на ней. Она очень важна. Спасибо вам большое за днат. Я благодарю вас. Спасибо вам большое. Аноним. Мне все еще крайне стыдно. Ничего страшного, аноним. Я не знал, что так повернется. И я не знал, куда нас заведет эта вещь. Я честно был очень. Я очень сегодня расстроен, узнав, что наши трансляции на время приостановлены. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Да, представьте себе. Вы собираетесь вести стрим. Вы уже все подготовили. И вас... Что ж. Зато я думаю, мы будем теперь осваивать Твич. Ну, я имею в виду, что я тоже приглашаю вас туда. И надеюсь, что вам понравится новое оформление, которое я придумаю для нашего канала. Оно будет. Оно уже задумано мной. Будет оформление для Твича. Будет... В общем, я попытаюсь найти способ самовыражаться. И я благодарю вас за то, что вы здесь присутствуете. 33 человека. Большой мой низкий поклон. Было бы больше. Человек на 30. У нас был бы стабильный тот же трафик, который у нас и на Ютубе есть. Спасибо вам большое. Яков Миркин, это был и сейчас остается довольно авторитетный экономист, который сейчас участвует в многих передачах и был соавтором Клуба экономических реформ и программы роста. Он заканчивал книжку «Четыре пути» или «Сценарии России», «Сценарии для России», «Надеждой на экономическое чудо России». Правда, он сказал «Надежда невелика», но он так сказал. Четвертый вариант с форсажем экономики и возрождением нашей страны, в экономическом плане, конечно же, он имеет в виду, с повторением темпов роста выше среднемировых, такой сценарий – настоящая мечта. И едва ли она осуществима, хотя история показывала нам много раз, что в этом мы тоже можем ошибаться. Так вот, я бы хотел, чтобы мы вслед за всеми теми, кто пророчит нам скорую гибель и развал, ошибались бы в этом стремлении и знали бы, что вслед нас ждет прекрасное будущее и такая же процветающая страна, как и Япония. Такая, какая она сейчас. Спасибо вам большое за то, что вы смотрели нас, благодарю вас за ваши комментарии, благодарю вас за то, что вы писали в чате, спасибо за то, что вы были здесь. Я отдельно благодарю за то, что вы не покидаете наш канал и продолжаете смотреть наши видео. Оставьте, пожалуйста, комментарии под этим видео, оставьте лайки свои. Я буду рад любому вашему участию, любому вашему шагу навстречу и благодарю вас за любое ваше вмешательство в наши донаты, за любое ваше доброе слово и за любое ваше впечатление. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы вы перешли в наш дискорд-чат, прошу вас видеть там, и я ссылку на него кину сейчас. Модератора, если вы знаете, ее можете продублировать, а я ссылку кидаю вам сюда. Ссылка на наш дискорд-чат в нашем ютубе тоже есть, и я призываю вас тоже переходить и туда. Но в том числе... Оно, видимо, будет уже и на твиче тоже, поэтому я кидаю вам ссылку на твиче. Спасибо, первый раз был на стриме. До этого было очень интересно, до этого только запись смотрел. Смотрите, господа, наши записи, это тоже очень важно. Спасибо вам большое. Я прошу вас переходить по этой ссылке. Это наш дискорд-чат, где я смогу общаться с вами в режиме реального времени без всяких накладок и изменений. Еще раз благодарю вас за то, что вы были с нами. Спасибо за то, что вы смотрели наш стрим. Доброго вам вечера. Я прошу вас переходить по нашей ссылке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.